приветствую братья и сестры за то что благодарность богу за то что мы имеем такую возможность вот таким образом хотя бы еще общаться и разделять общение сегодня я не знал на какую тему сказать проповедь меня были разные мысли и ночь такая выдалась когда очень много переживал сомнений переживаний молитв я не спал полночи и когда утром поднявшись не открылось это место священное писание которое я хочу прочитать оно записано в евангелие от матфея 6 главе 25 стихом посему говорю вам не заботись для души вашей что вам есть и что пить не для тела вашего во что одеться душа не больше ли пищи и тела одежды и так не заботись и не говорите что нам есть или что пить или во что одеться сам христос говорит своей проповеди такие слова обетования посему говорю вам не заботись ни о чем у нас очень много переживаний особенно сейчас много мыслей много беспокойств много различных слухов которыми наполнена вся наша планета весь мир и мы часто не имеем покоя внутреннего в душе своей и я один из таких людей которому нужно как бы все знать наперед как будет дальше а вот что будет завтра какие будут силы какое будет здоровье какая будет возможность я знаю что эти переживания очень многих людей тоже порабощают и они обладают нами но христос ученикам своим говорит не заботьтесь ни о чем не о пище не об одежде не что есть не что пить него что одеться потому что отец ваш небесный имеет эту заботу о вас он говорит посмотрите недели малые птицы продаются за осарий и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего небесного осарий это очень мелкая монета использовалась в древнем риме и и видимо израильтяне тоже были знакомы с этой валюты христос говорит недели малые птицы продаются за осарий ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего небесного господь имеет постоянную заботу о нас как любящий отец и часто мы пытаемся на своих плечах которые совершенно не приспособлены для того чтобы носить проблем всего мира носить все болезни все слухи все сомнения дорогие друзья мы не приспособлены для этого и христос об этом говорит он говорит что вы ни о чем не заботитесь я буду иметь заботу о вас некоторые скажут что не иметь беспокойство это быть человеком беспечным безответственным но друзья если иметь постоянную заботу постоянные переживания то они убирают от нас сон убирают от нас аппетит убирают у нас здоровье забирают у нас время и мы не живем в радости в духе святом а мы существуем просто поэтому друзья мне приходит на место на память то место священного писания когда христос обращаясь к ученикам своим и видя народ который был с ним в пустыне долгое время и были голодны и он сказал дайте им есть вы дайте им есть ученики так пожимают плечами они были в растерянности андрей говорит что здесь на 200 динариев недостаточно будет хлеба если бы он даже был и была возможность его купить и всем бы хватило только по маленькому кусочку и христос когда ему говорят о том что у одного мальчика есть небольшой ужин для него самого две рыбки и пять хлебов он говорит принесите мне их сюда и говорит скажите раз народ чтобы он возлёг рядами разместите его на этой площади мне кажется ученики находятся в ком смятении они ложатся евреи принимали пищу так вот полулёжа и учеников такое смущение думаю смятение в душе как ничего ведь нет ничего ведь нет как мы будем вот кормить этот народ и однажды вспоминаю когда вот благовещенская компания муравия заканчивала свои полеты и была близка к банкротству это были последние полеты и помню когда летел в москву нам в пакетиках раздали по одному яичку там было немного соли насыпано она не была в таком отдельном стерильном пакете она была просто так насыпана там пол маленькой ложечки и кусочек хлеба и потом разнесли чай просто и вот все сегодня там более пышные обеды предлагают и до этого тоже так было но вот в этот период такой сложный было смешно получать вот этот вот целлофановый пакетик в котором было только одно яичко немного соли и немного хлеба но что-то давали что-то можно было сидеть и у них было для каждого пассажира не был этот пакетик и досталось всем но здесь разделить две рыбки и пять хлебов на пять тысяч столько мужей а тут еще дети и женщины это невосполнимая такая трудная задача но христос не справляется мы видим что он помолился с благодарением преломил раздал ученикам они понесли по рядам и написано что брали и ели все кто сколько хотел и потом набрали 12 коробов еще после этого дорогие друзья это забота о народе это забота о нас если христос тогда так заботился о своем народе израильском и мы знаем что ни одна просьба об исцелении ни одна просьба о здоровье ни одна просьба о том чтобы прозреть не осталось не услышанной он услышал все те нужды все те проблемы народа который приходил чтобы получить исцеление чтобы услышать слово чтобы получить потрепление и они все получали и даже тайна одна женщина которая прикоснулась к нему по мысли в себе если только краю одежды прикоснусь я выздорове это случилось это случилось потому что у нее была вера только приблизиться и только прикоснуться он говорит кто прикоснулся ко мне потому что он почувствовал с него изошла сила ученики говорят как ты спрашиваешь тебе народ теснит со всех сторон он поворачиваясь и говорит кто прикоснулся ко мне эта женщина не могла молчать она открывается дорогие друзья и вот такая милость которая изливается от самого господа и даже вот мы здесь знаем что женщина тайно прикоснулась и она получила дорогие друзья пусть нас господь к нему обращаться молиться с верой чтобы получать эти обетования которые он нам оставил когда мы читаем книгу исход когда господь повелевает моисея вести народ в пустыню моисей противится и говорит не могу пойти пошли кого можешь кого-то другого не меня пошли кого можешь вы знаете он там немного условий назвал если бы вот каждому из нас бы таким господь обратился предложением слова я бы сказал господи а где обозы с пшеницей а где цесерны с водой а где мы будем пить а где мы будем есть а как мы будем кормить грудных детей и много-много вопросов а потом же надо с собой наверное было брать какие-то медикаменты это же жара это же пустыня дорогие друзья бог говорит своему народу израильскому неоднократно и когда выходили из египта из дома рабства и когда выходили из пленения из вабилона он говорит вы выйдите и пойдете неторопливо почему потому что рукою крепко я выведу вас и он говорит о том израильтяна в первом случае он говорит что столб облачный будет впереди вас вести указывая путь и я в нем пойду и столб огненный будет пребывать над вами останавливаться ночью такое великое знамение они идут и видят что с ними присутствует господь и это облако их закрывает от жары и как говорят многие толкователи даже это облако выделяло такое вот небольшое вот такое распыление воды какая-то влага была как росава такая чтобы людям хотелось меньше пить и чтобы не так жарко было потому что однажды пришлось побывать в этой пустыне и там от солнца деваться просто некуда но господь говорит что я пойду впереди и я пойду сзади и не тот неприятель который встанет перед вами и не тот который пожелает приблизиться к вам внезапно сзади он тоже не сможет это сделать потому что там будет пребывать рука моя и ангел господин пошел дорогие друзья и повел народ и мы знаем что господь имел большую заботу об этом народе который сорок лет ходил по пустыне и сказано что у них не ветшала одежда обувь не ветшала они не имели нужды в хлебе каждый день у них была манна и когда им хотелось что-то другого они просили мясо роптали мы сегодня будем в наших обстоятельствах которые нас конечно подвергают каким-то сомнениям какому-то ропоту возможно или о каких-то каким-то таким мыслям но будем твердый сегодня в уповании на него потому что Бог вчера сегодня и во веки тот же и он не человек чтобы ему изменяться и ему не трудно взять верх над любыми обстоятельствами и я знаю человек мне тоже он служитель приводит к примеру что он был одним из таких людей когда очень сильно сомневался в себе даже когда был призван молодым на служение он имел большое сомнение много мыслил о себе переживаниях со стороны как я выгляжу перед людьми идет ли мне эта одежда достаточно уверенно я проповедую и говорю и ему было трудно и потом когда он женился это перешло в его семью вот эта неуверенность и он много лет страдал от этого и он не любил это место священного писания как-то потому что прочитал знал его проповедовал на него но им не пользовался дорогие друзья в послании к филиппийцам апостол Павел 4 главе 6 стихом он говорит такие слова не заботьтесь ни о чем но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом что бы тебя не заботило какое бы переживание не постигло не заботьтесь ни о чем один из переводов говорит один из переводов говорит даже в таком смысле что о каждой мелочи мы можем ему сказать о каждой мелочи о каждом переживании мы можем сказать нашему Господу принести ему нашу нужду любую пусть это касается хлеба на сегодняшний день пусть это касается нашего здоровья пусть это касается нам во что нам одеться возможно это будут переживания за наших детей возможно какие-то другие Их так много, они нами обуревают. Но посмотрите, когда Христос ходил по этой земле, то теща Петра, которая страдала горячкой, и Христос не остался безучастным. И Петр не утонул в море, но Иисус спас его. И мы приводим, мы знаем, таких много примеров. И дочь Иаира, о которой было сказано, не беспокой учителя, она уже умерла. И он когда пришел, и в доме-то ему все прислуга сказала, все уже, поздно, она умерла. Христос говорит, нет, она спит. Почему он так сказал? Потому что для него, что как умерший, как спящий, он может воскресить. У него есть такая сила, у него есть такая власть, и мы это видим. Видим, что над ним смеялись там многие. Когда он сказал такие слова, это было неуместно, это смех. Но у Христа было трое учеников, и он приказал им, чтобы выгнали всех. Вот этих всех людей, которые были прорабощены неверием, которые смеялись над Иисусом, которые понимали, что уже ничего нельзя сделать, они были все удалены. Они были все изгнаны вон. И ученики это сделали. И мы знаем, что Христос говорит им. Талифа Куми, тебе говорю, встань. И дочь Иаира встала. Он может решить любую проблему. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы сегодня все наши нужды, наши желания, переживания, и вот эта вот болезнь, которая постигла всю планету и продолжает расхаживать по ней. И люди находятся в большом смятении. Много людей, с которыми приходится встречаться, и они, ну скажите что-нибудь, они хотят услышать что-то новое, они хотят услышать что-то успокаивающее, что-то кардинальное, но они не знают Бога. Они не знают Бога. А нас Господь предупреждал, что этому надлежит быть, и что это еще не конец. И говорил нам быть твердыми и мужественными, и быть уверенными в том, что Он повседневно, ежечасно и имеет великую заботу о нас. И то качество, которое есть в нашем Господе, в Евангелии от Луки в 11 главе, 11 стихом читаем такие слова, которые говорит Христос. «Если вы, будучи злы, детям вашим можете делать добрые деяния, то коль ми паче отец вас небесный». Потому что кто из отцов, если сын попросит у него хлеба, подаст ему камень, или подаст ему змею, когда он не попросит рыбы, это говорит о характере нашего Бога. Он любит миловать, он любит о нас заботиться, и он проявляет заботу несколько тысячелетий уже над всеми жителями этой земли. над его творениями. Да будет милость сегодня к нам его, будем твердо уповать на его слово, на его обетование. А он обещал слышать нас и быть верным в этом. И, друзья, когда мы молимся пред Господом, открываем свои желания и приносим свои молитвы и желания, прошения, мы должны цитировать обетование Господа, которое он оставил в своем слове. Мы должны их прямо говорить. И Господь, он любит слушать, когда мы говорим его слова. Когда он видит, что мы опираемся на то, что он сказал. Когда мы говорим те слова, которые сказал его сын, «Все, что попросите, вот самое его во имя мое, я то сделаю». Бог любит это, когда мы обращаемся и помним о тех словах, которые он оставил для нас. Будем ему сегодня твердо верить, что он имеет заботу повседневную о каждом из нас. И сегодняшний день послужил для меня тем подтверждением, что я зря беспокоился, я зря переживал, я зря не спал полночи. У Господа было кутро решение, о котором я ничего не знал. Да, благосоветуйся, Господь. Будем пребывать в молитве и благодарить Его за ту милость, за те обетования, за то верное слово, которое Он оставил для нас. Аминь.